Принято. Уважаемые коллеги, спасибо всем за работу. Всех с новым бюджетом. Депутаты-аппозиционеры не аплодировали. Фракции КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия проголосовали против бюджета. Причина. Наши поправки не приняты, значит мы опять не услышаны. Мы не желаем разделять ответственность за развал экономики и стальной сферы, образование, здравоохранение, культуру. Разговоры о том, что в бюджете недостаточно средств, это конечно обман, потому что порядка 10 миллиардов, это средства, которые сегодня не учтены в бюджете. Наша фракция приняла решение в ходе этой дискуссии, что мы будем голосовать и проголосовали против бюджета 2013 года. Депутаты ЛДПР предлагали заложить в расходную часть выплату уральских, 15% от оклада, бюджетникам. Верховный суд в ответ на запрос губернатора разъяснил, делать этого не надо. Цена вопроса по году 100 миллионов рублей, вроде бы невеликая сумма, но ее тоже надо где-то найти в дефицитном бюджете. Опять же ЛДПРовцы призывали отменить транспортный налог для авто с моторами до 150 сил. Сейчас его у нас уже нет для малолетражек мощностью до сотни. Аргумент. Путин сказал, что политик взымания денег на дороге через бензиновые акцизы продолжится. На одном из совещаний в Совете Федерации, где присутствовали правительства, администрации президента, Госдума, было четко заявлено, что транспортный налог сохраняем и даже в некотором направлении превращаем его в экологический транспортный налог. Зачем нам надо было идти и опять в очередной раз играть с народом? Снижать сегодня, завтра Федерация принимает теперь транспортный и экологический налог и мы опять принимаем решение. Что нам скажут? Ребята, вы не ответственные люди. В общем, бюджет утвердили в правительственном варианте. С оговоркой, цитата спикера Грачева, это жесткий документ, но не застывший. Появятся доходы, прибавим расходы. Конец цитаты. Виталий Дерябин, Виктор Яковлев, Новости дня.